Всем привет! Это BZ4X. Первая попытка от Toyota создать полностью электрический автомобиль, который не базируется уже на существующей бензиновой или гибридной модели. Сам автомобиль у нас разработан совместно с Subaru, но Toyota внесла основной значительный вклад в аппаратную часть. У Subaru аналогичным автомобилем будет Saltero. Ну так что давайте разбираться, что же это за автомобиль. Меня зовут Данила Белоконь, передача Автонюс. Поехали! Как я уже говорил, это совершенно оригинальная модель и первый автомобиль в серии BZ, который расшифровывается как Beyond Zero. Сама же платформа у нас называется ETNGA и TENGA, и ее особенность заключается в том, что батарейный блок интегрирован прямо в шасси и находится внизу, под полом автомобиля. Таким образом у нас обеспечивается более прочная и жесткая конструкция, но и при этом у нас более низкий центр тяжести. В дизайн Toyota BZ4X входит множество аэродинамических элементов, которые способствуют увеличению хода автомобиля. Ну, обратите внимание, в передней части у нас есть такие боковые отверстия, которые способствуют регулированию воздушных завесов и делая их более плавными. Здесь же у нас на этой низкой решетке есть клапан, который будет регулировать потоки воздуха для охлаждения батареи. Также у нас есть полностью закрытый пол, ну а в задней части у нас есть диффузор, оптимально наклонное заднее окно и разделенный спойлер. Существует две версии, переднеприводная и полноприводный автомобиль. Значит, в переднем приводе у нас один электрический мотор, который располагается на передней оси мощностью 150 киловатт. Таким образом автомобиль может развивать 204 лошадиные силы. Если же говорим про полный привод, то у нас два отдельных электрических моторчика по 80 киловатт на переднюю и заднюю ось соответственно. При этом автомобиль будет развивать мощность в 215 лошадиных сил. А если вы хотите покататься по бездорожью, то система предоставляет режим X-Mode. Поговорим про батареи. Здесь у нас стоит батарея емкостью 64 киловатта час и может заряжаться с мощностью до 150 киловатт. Таким образом от 10 процентов до 80 автомобиль зарядится за 30 минут. Официальный запас хода у нас у переднего привода 500 километров, у полного привода 460. При поднятых спинках заднего ряда и нижнем положении панели пола объем багажника составляет у нас 452 литра, что позволит вам перевезти три больших чемодана объемом 82 литра. Сиденья у нас складываются в соотношении 60-40, а также могут регулироваться в наклоне. А в интерьере у нас сделан акцент на простор и комфорт. Принцип руки на руле, глаза на дороге у нас подчеркивается человекоориентированием расположения водительского сидения вместе с 7-дюймовым цифровым дисплеем, который расположен прямо над рулем и позволяет нам наблюдать за всей информацией с минимальным движением наших глаз. Для автомобилей, которые оснащены системой Toyota Safety Sense, а также мультимедийной системой Toyota Smart Connect, есть возможность дистанционно проверять автомобиль, а также обновлять программное обеспечение. Также дополнительный функционал и сервис у нас включают, если вы владелец приложения Toyota My Tee. Там открывается различный доступ к аналитическим данным, можете проверить заряд батареи, можете убедиться, что все ваши зеркала и двери закрыты, а ключи располагаются в автомобиле. Ну и, конечно, многое-многое другое. Под главным экраном у нас находится ряд физических кнопок, которые отвечают за управление отоплением, вентиляцией, что не может не радовать, потому что я, как поклонник старой школы, все-таки предпочитаю физические кнопки, а не сенсорные. Также у нас здесь есть возможность управлять батареей, рекуперацией при торможении и активировать ранее упомянутый X-Mode. Интересен тот факт, что Toyota отказалась от переднего бардачка на пассажирском сидении. Оправдаю это тем, что у нас теперь больше места для ног, однако теперь у нас и отсутствует закрытое хранилище. У нас с вами сейчас переднеприводная версия, 204 лошадиные силы, разгон до сотни у нас 7,5 секунд, поэтому у нас задача с вами сейчас найти то самое удовольствие от переднеприводных автомобилей. Обычно, если вы сорви голова или у вас кипит кровь, то вы не такой фанат переднеприводных автомобилей. Вы всегда смотрите на задний привод, там различные BMW, Mercedes или хотите полный привод, с Subaru Mitsubishi. Это все круто, но на самом деле на переднем приводе тоже можно очень классно проводить время за рулем. Я свою карьеру в ралли первые несколько лет начинал на переднем приводе и, конечно, это полностью отличается, вообще каждый привод отличается по манере езды. В переднем приводе у нас боковое скольжение, управляемый за нос, крайне редко происходит, однако на тех же гонках, где вы постоянно держите автомобиль на пределе, у вас задняя часть автомобиля просто болтается, а вы просто рулите, управляете передней частью. И не отпуская газ, у вас автомобиль всегда стабилизируется. Значит, что у нас здесь есть? Есть кнопка режимов One Pedal, полностью автомобиль при этом останавливаться не будет. Я напоминаю, что One Pedal, это когда у вас педаль акселератора превращается в педаль тормоза вместе. Соответственно, вы можете управлять только одной педалью, но в данном случае здесь автомобиль не будет полностью останавливаться, вам все равно нужно будет тормоз использовать. Да, кстати, я такие вещи мне рассказал, что беспроводная зарядка, например, при том она хорошо ее схватывает, потому что у меня телефон в чехле, и иногда это может быть проблемой. Хорошее качество дисплея, давайте посмотрим отзывчивость. Супер, да? Да, да, все, ничего не лагует. Переключение передач. Инновационная коробка, такое колесо, надо нажать и покрутить. Просто очередное инновационное решение. Больше для дизайна, нежели чем для функциональности. Опять-таки, кому-то понравится, кому-то нет. С вами выехали на трассу, давайте тогда попробуем разгончик. Здесь у нас несколько режимов. Есть Eco, Snow, Normal. Ну, попробуем на нормальном. Газ пол. Ух ты! А, ну да, я же забыл, это электрический автомобиль, поэтому у нас сразу крутящий момент передается. Разгон удивил. Я не думал то, что передний автомобиль 204 лошадиной силы будет немножечко тормозиться. Но это отличная новость. Так и все. Что нам еще надо? Здорово. Хорошо, тогда у нас вообще сам разгон до сотни 7,5 секунд. Однако, какая разница, если он на старте будет вас так прижимать. Да, это, конечно, всегда было преимуществом электроавтомобилей. Так что на старте вы все будете рвать и метать. Вот. Хорошо. Пробуем управляемость. Сам автомобиль по себе маневренный. Со вспомогательной помощью руль хорошая обратная связь. Достаточно тяжелый руль. Очень приятно чувствовать автомобиль. Так, заходим в вираж. Оператор осторожен. Хорошо. Очень комфортно. Вот так. Не обращайте внимания на скрип колес. Мы ничего не нарушаем. Так, супер. Вообще, на самом деле, я приятно удивлен. Я не ожидал, как ты уже так стереотипно к каждой модели автомобиля относишься. Но, на удивление, очень приятная управляемость. Хорошее очень сцепление с дорогой. То бишь, действительно, мы очень хорошо себя чувствуем на дороге. Кайф. И с разгоном супер-супер. Идеально подходит для вообще городских дорог. Да, вообще в целом для города. Идеально просто подходит. В потоке будет себя очень уверенно чувствовать. Вот, выезжаем на круговую. Посмотрите, мы просто всех обгоняем. Не нарушая скорость. Кайф. Едем на круговой. Даже есть прижимная сила. Ну, каких там пол этих G. Но сам факт. Автомобиль-то вообще просто как вкопанный. Держит. Не, понятное дело, у нас сухой асфальт. Все дела. Но резина-то у нас стоковая. Так, ну, и про эргономику. Сиденья, кстати, суперские. Будет ездить комфортно и на долгие дистанции без проблем. Пассажиру полно места. Я вот смотрю нашему оператору. Так что и в этом проблем не будет. Касаемо удобства. Да, как я и говорил, там, занимался маркетингом. Потому что человекоориентированный у нас дизайн автомобиля. По своей сути так и есть. Мне все очень хорошо видно. Этот дисплей очень аутентично вписывается вообще в общую концепцию дизайна. Руль странный. Само положение руля странное. Но это никак не влияет на эргономику в целом. Еще один аспект, который я не упомянул, это подвеска. Здесь она довольно жесткая. И в целом, и за счет этого у нас как раз таки и управление. Управляемость сама такая. Потому что, ну, вы понимаете, как это работает. Чем жестче подвеска, тем лучше сцепа. Но при этом автомобиль будет менее, там, крениться и так далее. А в мягкой подвеске наоборот. Это вообще хорошо для гравия и так далее. Но автомобиль будет такой мягкий. Здесь все-таки я чувствую более жесткая подвеска. Но она сюда подходит для этой комплектации, для этого размера, для этой мощности. То, что вы будете немножечко принимать на себя всякие ударчики от ямы и прочих. Да ничего страшного. У вас это все компенсируется удобными сидениями. Тем более, это не так уж и страшно. То есть, как на словах я говорю. То есть, по сути, ямы эти, ничего такого в них и нет. Сегодня мы с вами посмотрели на первый автомобиль Toyota серии BZ4X. Был приятно удивлен вообще управляемостью. Интересный концепт. Есть некоторые нововведения. В целом положительное отношение. Но, как всегда, судить вам. А на этом у нас все. С вами был Данила Белоконь. Передача Автоньюс. И до новых встреч. Пока.